Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Lexus GS300 2006 года выпуска 3-х литровый двигатель 3GR FSE На этом двигателе мы сегодня заменим приводные цепи цепи системы ГРВ без башмаков без натяжителей только одни цепи, здесь 3 цепи находятся одна основная с коленвала и две вспомогательные с распредвала на распредвал Для этого мы поднимаем автомобиль снимаем колеса передние так как они нам будут мешать снимаем рулевую рейку, сливаем масло, антифриз и по ходу уже разбираем Почему снимать надо рулевую рейку? Нам нужно снять поддон Здесь высвечивается ошибка ВСК Сейчас заведу, покажу Вот, чек ВСК Человек заезжал проверяли ее неоднократно сбрасывали Это именно ругается на фазы газораспределения Пробег у автомобиля 184000 Заменим цепи выставим метки и потом проверим сбросим ошибку проверим Она загорается буквально сразу через 2-3 минуты после того, как ее сбросишь Разбираем Поснимал я все клипсы с накладок Здесь Все эти накладки теперь снимаем И сразу открылся со взору вот такой вот двигатель С накладками он чистый под накладками он пыльный Ну что Не откладываем на завтра Отключаем мы аккумулятор и снимаем корпус воздушного фильтра Открутил 3 болта крепления корпуса воздушного фильтра Открыл крышку Снял разъем с датчика расходомера Снял патрубок с вентиляцией и отцепил здесь клапан Теперь мы снимаем воздуховок и убираем Я уже такие очевидные вещи не показал как снять корпус Он просто вытащился после того, как мы сняли крышку Также снял расширительный бачок Он двумя болтами крепится и батарейку Здесь клипсы отстегнул от проводки и уже мы ее спокойно вытаскиваем Ну дальше пока мы здесь ничего не делаем Мы поднимаем автомобиль сливаем антифриз и сливаем масло Пробку Мы сразу откроем Сейчас посмотрим А, нет Бачок-то отстегнул Тогда сделаем вот так Поднимаем Поднял автомобиль Снял пластиковую защиту Сразу Открутим маслосливную пробку Чтобы у нас масло сливалось Пока будет у нас масло сливаться мы открутим рулевую рейку Отключаем от разъема рейку Рейку А здесь у нас с электроусилителем Все датчики снимаем Крепится она двумя болтами всего Ну и наконечники Вот этот разъем он фиксируется вот этим стопором Снимаем этот разъем Снимаем этот разъем Откручиваем Массу А, вообще-то массу мы не будем откручивать Мы, наверное, вот эту массу с кронштейном полностью снимем Вот этот болтик и спереди болтик И вот этот болтик Все Здесь у нас еще контрольная масса И вот этот мы не будем разъем и 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 Также снимаем вот эту пластинку На четырех болтах крепится Открутил эту пластинку Теперь мы снимаем наконечники Рулевые поставил я съемник И откручиваем сам наконечник Здесь на кронштейне Вот так этот входит Наконечник слабенький, но не болтается Здесь наконечник находится на одной площадке Вместе с шаровой опорой И также откручиваем с другой стороны Так, откручиваем болты крепления Здесь головка на 19 Также откручиваем с другой стороны и откручиваем рулевой вал Рулевой вал у нас находится Вот отсюда его видно Вот он Гайка там на То есть не гайка, болт на 12 Пометим предварительно А, там метки есть Там метки есть, откручиваем Рулевой вал Гайки Стрелка Гайки Добавил субтитры. Все, он там пошел у нас. Все, рулевую рейку мы сняли. Теперь мы снимаем передний стабилизатор. Здесь крепление. Втулки стабилизатора с двух сторон, головка на 14. И стойки стабилизатора, гайка на 17. Гайка на 17. Все, обе стойки стабилизатора я открутил. И вот последний болт на втулках откручиваю и будем снимать. Все, передний стабилизатор мы сняли. Вот столько вытекло, около 2,5-3 литров, наверное, вытекло с радиатора. Через пробку, что мы сливали. Теперь мы сливаем с блока. С блока проследить легко. Вот синий шланг, куда он одет, там краник. Сверху получается болтик, который у нас закрывает. Он на 10. А снизу штуцерок, на который одевается шланг. Шланг восьмерочку я одел. И сейчас откручиваем болт и сливаем еще антифриз. Находится он, получается, если по ходу движения с правой стороны, в районе щупа, на уровне кронштейна подушки, под коллектором выпускным. Сливаем. Вот еще сколько у нас антифриза вытекло. Было вот столько. Где-то порядка 5 литров еще вытекло с блока. Поэтому сливать его нужно здесь. Закручиваем. И откручиваем подушки крепления двигателя под рамнику. Под рамник я тоже чуть-чуть приопущу. Вот они, болты. То есть шпильки, на них гайки прикручены. Мы откручиваем эти гайки. Гайки на 19. Также я ослабляю под рамник. Ослабляем вот эту гайку на 19. И вот этот болт на 21 с двух сторон. Здесь идет кронштейн. Тоже ослабляем его. Болты на 14 с двух сторон. Потом мы вот сюда положим брусок. И подожмем наш двигатель гидростойкой. Для чего нам это надо? Нам надо приопустить, чтобы спокойненько вытащить полуподдон. Вот этот. Я здесь уже болты пооткручивал. Болты на 12 по периметру. Также пооткручивал болты на поддончике. Поддончик мы этот тоже снимаем. Потому что под ним у нас еще болты крепления полуподдона. Все взаимосвязано. Вот так получилось. Приопустил подрамник. Видно по креплению. Вот здесь вот до шпильки. Теперь нам чуть-чуть приподнял двигатель. Настолько же, насколько приопустил подрамник. Вот видно тоже по подушке, по зазору. Теперь можно смело снимать вот этот полуподдончик, то есть крышечку поддона и откручивать полуподдон. И уже мы сможем его вытащить. Опустить двигатель вниз на подушке и разбирать сверху. Снимаем. Вот спереди, с левого угла забил отверточку, вот такую короткую отвертку, остренькую. Берем между поддоном и полуподдоном, забиваем ее немножко. И дальше мы подрываем уже, помогаем себе отверткой. Все, сняли. Так, ну что, снимаем вот здесь проводку и снимаем датчик давления масла. Потому что у нас корпус масляного фильтра будет сниматься вместе с полуподдоном. Также открутил щуп. Здесь снизу болтик на М6, а сверху болтик М8. Открутил и убрал его в сторону. Снял датчик уровня масла. Находится вот он в поддоне. Потом откручиваем здесь одну гайку М6, головка на 10, которая держит у нас трубку маслоприемника. Но это еще не все. Маслоприемник у нас спереди, вот здесь вот, крепится двумя гайками на переднюю крышку. Когда мы опустим полуподдон, мы сможем открутить ее. Открутил 4 болта, которые у нас полуподдон держатся здесь сзади. И открутил 4 болта вот отсюда. Два с этой стороны и два с этой стороны. А теперь отрываем полуподдон. Не успел показать. Вот здесь с двух сторон. Вот отлив видно. И с другой стороны. Вот отлив. С двух сторон слева-справа поддеваем. И он у нас отскакивает. Все, и здесь он у нас отошел. Но сейчас нам надо открутить вот этих два болтика, которые у нас держат маслоприемник. И ставить мы будем потом тоже вместе с маслоприемником. Поддон заводить. По-другому здесь поставить будет невозможно. Это только вывешивать двигатель и целиком снимать подрамник. Тогда можно будет прикрутить маслоприемник. И потом уже прикрутить полуподдон. Но так как у меня возможности здесь вывесить нету, я, получается, приподнял и снимаю. И заводить буду точно таким же образом. Маслоприемник сидит здесь на прокладке. Так, открутили. Теперь пробуем вытаскивать. Надо еще маленько приподнимать двигатель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Теперь двигатель можем опускать и уже работать сверху